Для настоящих добрых дел не существует выходных или плохой погоды. Мобильная станция переливания крови здесь, на Соборной площади, разместилась в этом году впервые. И уже несколько часов к трейлеру тянется очередь из добровольцев. Машина службы крови как скорая помощь пациентам детской областной больницы. Чтобы снабдить ее лекарством и найти желающих помочь, ростовчан несколько месяцев оповещали медики и представители епархии. На святое дело идем. Помочь людям, больным. Чем можем помочь? Кровь сдать. Мне кажется, не так страшно прийти. Главное, что что-то поможешь в этой жизни кому-то. Более деткам. Кто-то становится донором впервые, а у кого-то опыт помощи другим измеряется десятками. Татьяна Быковская сдает кровь в 44-й раз. Недостатка в запасах в целом нет, утверждает министр. Но когда речь идет о лечении детских онкозаболеваний, дефицит есть всегда. Компоненты плазмы сохраняют свои свойства не более 72 часов. Не консервированную кровь, которую мы заготавливаем, а именно плазму. Поэтому мы и проводим такие акции. Поэтому иногда и появляются в средствах массовой информации обращения к населению с просьбой прийти и сдать кровь для конкретного ребенка. Потому что когда это обеспечивается общий лечебный процесс, то крови у нас достаточно планово. Доноры приходят, сдают. А вот такие акции и внеплановые акции мы проводим именно с целью обеспечения тех пациентов, которым нужна кровь и плазма, полученная из свежей крови. В онкогематологическом центре детской областной больницы донорская помощь нужна всегда. Ежедневно используется до трех литров крови и ее компонентов. Более двух с половиной тысяч переливаний сделано только за девять месяцев этого года. У детей с онкологическим заболеванием, заболеванием крови, у них не хватает своих эритроцитов. Допустим, есть избыточное количество лейкоцитов. А переливание крови, препаратов крови, оно как бы помогает нормализовать свою кровь ребенку. А это путь к выздоровлению. Некоторым пациентам переливание необходимо каждый день, а значит собранной плазмы хватит ненадолго. Поэтому ростовский центр переливания крови на улице Ченцова всегда открыт для доноров. А трейлер ежемесячно выезжает в города и районы области. Елена Баранникова, Сергей Зайцев, Главное новости.